МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более тысячи региональных площадок сегодня открыли свои двери для всех желающих написать всероссийский экономический диктант. На какие вопросы необходимо ответить? Экзаменуем им. Расскажем чуть позже. Совпадение, так вот не факт. После визита нашей съемочной группы в парк аттракционов Барнольдской крепости, где располагалось кальянное, заведение сменило место прописки. Прямо на следующий день. То, что на территории, где гуляют дети, повсюду запах курительных смесей, напомним, возмутило родителей. Анастасия Дороган продолжит. Диваны, столики, барная стойка. Летняя веранда работала еще вечером 1 октября. Сейчас место в самом центре города пустует. В том числе по решению директора парка Романа Романова. Репутацию составляешь, она годами нарабатывается. Здесь получается, можно получить, что это вообще парк не для детей, не для молодежи, не для взрослых. Это курильня какая-то. Общаться с нами на камеру Романов не стал, хотя мы его и встретили в парке. Свой отказ объяснил тем, что его слова теперь будут выглядеть как оправдание. Объяснил, арендаторам давал добро на размещение здесь кофейни, а когда узнал про кальяны, разорвал связь с таким партнером. Как утверждает директор парка, кальянной он не знал, так как не был в городе. Но удивительно, дымному заведению здесь больше двух месяцев. Кстати, в социальной сети, в группе компании, которая представляет себя как кальянная, в середине лета размещен ролик об их летней веранде в парке Барнаульская крепость. Интересно и другое. Прежде нам не удалось получить комментарий директора кальянного заведения. Более того, его сотрудники не сообщили ни юридический адрес компании, ни имя владельца. Директор парка подсказал. Это индивидуальный предприниматель Александр Бургин. Правда, в соответствующей базе данных такой не значится. Получается, что в самом центре города, в парке детских аттракционов, осуществляли незаконную деятельность. Как такое могло произойти? Ждем ответов на запросы от администрации района, Роспотребнадзора и районной прокуратуры. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости. В Барнауле похищен мужчина. Краевое следственное управление возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 38-летнего Михаила Седова. Как пишет его супруга на своей странице в социальной сети, предположительно, Михаила схватили возле гаража двое неизвестных и затолкали в багажник. С тех пор местонахождение Седова неизвестно. По словам жены, супруг работает наемным директором в одной из коммерческих организаций Барнаула и причин для похищения она и представить не может. Михаила Седова ищут волонтеры и правоохранители, которые сегодня обнародовали фото предполагаемого преступника. На вид ему 30-40 лет, полного телосложения, волосы русы из сединой, есть лобные залысины, носит усы. На носу ямочки, предположительно, от ветряной оспы. В настоящее время следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины и всех обстоятельств его безвестного исчезновения. Расследование дела продолжается. А теперь о свершившемся факте, который сегодня обсуждают по всей России. Мужчины теперь будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины в 60. Президент Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. В конце сентября депутаты Госдумы одобрили инициативу в третьем чтении, а накануне ее поддержали и члены Совета Федерации. В законе, правда, предусмотрены льготы. Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста будет увеличено. Появится льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей. Кроме того, напомним, 26 сентября депутаты одобрили законопроект, предусматривающий введение штрафов до 200 тысяч рублей для работодателей за необоснованное увольнение лиц, достигших предпенсионного возраста. Вот этот кнут определенный, который будет работодателям предостерегать, потому что достаточно серьезный размер штрафа, либо работы определенные, если ты принял решение на вакантную должность не принять человека в этом предпенсионном возрасте, либо ты его увольняешь. Напомним, предпенсионный возраст – это 5 лет до выхода на пенсию по старости. Парламентарии также приняли законопроект, который обяжет работодателей выделять 2 дня в год на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты для сотрудников предпенсионного возраста. Добавим, что в Госдуме продолжается работа над совершенствованием пенсионного законодательства. Долгожданное возвращение в средней школе села Верхжилино Косихинского района. Начались занятия в августе. Учреждение сильно пострадало от пожара. Восстановились здания за месяц. Накануне ученики вновь сели за парты. О том, как удалось за рекордно короткий срок завершить основную часть ремонтных работ. И что еще предстоит сделать в репортаже Валентины Аскеровой. Ты моя хорошая. Я тебя прошу обратить внимание к первому прямому заданию. Задачи контрольные и встречи с любимыми учителями. Сегодня для маленьких учеников школьные будни в радость. В Косихинской школе, где они обучались целый месяц, хоть и кормили вкусно, но дома лучше признаются дети. Да и путь за знаниями теперь измеряется не десятками километров. Долго. Мы там всего лишь приезжали. Ну, домой уже шесть часов, в уроке сделали, уже спать. Ничего не погулять, ничего. Я здесь сейчас затучился, пошел домой, погулял, как я делал. Она изменилась, все так красиво стало, по-другому все. Даже как-то непривычно. В гостях хорошо, а дома лучше. Небо и земля признаются и педагоги. Это не о том, что было в августе и как выглядит здание сейчас. Пожар тогда уничтожил кабинеты и коридоры. Казалось, восстановлению школа не подлежит. Но, вопреки всему, бывшие ученики и неравнодушные жители села отмывали гарь и копоть. А власти региона взяли тогда проблему под личный контроль. На возрождение направили около 10 миллионов рублей из бюджета края. Как результат, в рекордные сроки школа изменилась до неузнаваемости. Новые окна, потолок, линолеум, свежевыкрашенные стены. За месяц Верхжилинскую школу отстроили буквально с нуля. И все для того, чтобы 40 ребятишек вернулись в небольшую, на такую уютную и родную школу. На днях школу приняла комиссия. Общее состояние, пожарная сигнализация – все в норме. Но работы еще достаточно, рассказывают строители. В спортзале необходимо запустить систему отопления, в столовой закончить ремонт и обновить фасад школы. Фасад, значит, то, что ремонт трещин и то, что отвалилась, штукатурка будет в этом году проведен. На следующий год запланирован ремонт фасада, обшивкой, то есть утеплителем и металлосайдингом. Кстати, от пожара, официальная причина которого поджег, пострадало не только здание. Огонь уничтожил оборудование и учебную литературу. В начале сентября депутат Госдумы Александр Прокопьев приезжал в школу и помог с оргтехникой. А в честь долгожданного возвращения при содействии фонда Александра Прокопьева детям устроили незабываемый праздник – научно-познавательное шоу. Итак, встречаем белые пушистые летние облака. Виртуозные фокусы, безобидные трюки с огнем и волшебное мороженое от профессора Олешки. Казалось, полностью стерли из памяти детей и педагогов месяц, которые они провели в разлуке. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. 80 педагогических работников края сегодня получили денежные поощрения и грамоты от Министерства образования. В концертном зале «Сибирь» накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Алтая. На церемонию присутствовали молодые специалисты, заслуженные педагоги и почетные работники образования. Ирина Корчагина продолжит. Они приехали из разных уголков края. У кого-то стаж работы 5 лет, у кого-то 30. Но всех объединяет то, что они лучшие из 20 тысяч педагогов Алтая. В зале 20 работников сферы образования, которые выиграли в федеральном конкурсе учителей. За победу положена премия – 200 тысяч рублей. Это больше, чем годовая зарплата каждого из них. Учитываются и результаты его обучающихся, и работа его как классного руководителя. Поэтому это действительно заслуженные победы, которые у нас вручаются ежегодно. Благодарственные письма от губернатора и краевую премию в размере 50 тысяч рублей получили также 60 победителей конкурса «Лучших педагогов края» в разных номинациях. У каждого из них свой рецепт успеха. Я всегда своим ребятишкам говорю, представь себе, когда ты хочешь объяснить что-то, представь себе, что подошел маленький братик или сестра, которому 5 лет. Вот объясни так, чтобы он понял, что это такое. На сцену также пригласили шестерых классных руководителей, которые выиграли в конкурсе «Родительское признание». На праздники отметили и молодых специалистов. Они получили единовременную выплату в размере 250 и 150 тысяч рублей. Надежда стала победителем в номинации «Педагогические династии». Женщина-учитель в четвертом поколении. В школе работают также ее муж и свекровь. С утра и до вечера у нас разговоры только о школе, про школу, про учеников, про какие-то образовательные моменты. Уже завтра больше миллиона педагогов по всей России отметят свой профессиональный праздник. В муниципалитетах края пройдут торжественные концерты, а в Барнауле обновят почетную доску «Учительская слава». Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. Резкий всплеск аварии с участием пешеходов, отмечают барнаульские полицейские. Счет идет на сотни, при этом нередко людей сбивают на зебрах. Традиционно пешеходы винят водителей, те в свою очередь пешеходов. И те, и другие забывают, что есть тормозной путь, плохая видимость, разная скорость реакции. О дорожной войне, в которой нет победителей, наш следующий сюжет. Он думал, что успеет, она что заметит. Благо, обошлось. Малыш отделался лишь легкими травмами. Еще немного, и под колесами машины оказался бы второй ребенок. Но, к счастью, тоже обошлось. Беспечность обоих могла стоить человеческих жизней. Зато в этой ситуации не обошлось. Женщина перебегала дорогу буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода. Мотив – успеть на нужный маршрут. Итог трагичен. Водитель автобуса не успел избежать столкновения. Женщина погибла на месте. Мне показалось, что успею проехать. Потому что они стояли еще на этом. Спокойно проехал. Я не гнал ничего. Успею, проскочу, пробегу, заметит. Именно этим порой руководствуются шоферы и пешеходы. Последние нередко забывают, что в правилах ПДД у них тоже прописаны обязанности. Например, убедиться, что их заметили и готовы пропустить. Только после этого продолжить идти через дорогу. В рейтинге ГИБДД аварии, где главный пострадавший пешеход, в последнее время прочно обосновались на втором месте. И водители виноваты, и виноваты пешеходы. За 9 месяцев на дорогах города Барнаула с участием пешеходов произошло 353 дорожно-транспортных происшествия. 24 человека погибли и 346 получили травмы. Причем 199 наездов на пешеходов произошли на пешеходных переходах. Настоящее бедствие. Мобильные телефоны, говорят сотрудники. Человек и за рулем, и без, просто не замечает, что происходит вокруг. Автоинспекторы призывают хотя бы на время движения и пересечения проезжей части отказываться от гаджетов. Будь заметен на дороге. Носи одежду и аксессуары со световозвращающими элементами. В противовес запастись светоотражающими элементами в темное время суток человека, как, например, на этом видео, на дороге заметить просто невозможно. Для человека. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Является ли криптовалюта законным платежным средством в России? С какими драгоценными металлами соотносится российский рубль? Вот на такие вопросы предстояло ответить сегодня тем, кто решил присоединиться к всероссийской акции и написать экономический диктант. Наша съемочная группа за своеобразным экзаменом наблюдала. В техническом университете рассказывает Елена Кузовкина. Более тысячи региональных площадок сегодня открыли свои двери для всех желающих написать всероссийский экономический диктант. В списке заданий 20 вопросов. Итоги диктанта по задумке организаторов помогут определить общий уровень экономической грамотности населения. В аудитории около 30 человек. Здесь не только студенты вуза, есть и школьники, и люди, что называется, с улицы. Каждый заполнил анкету на решение тестовых заданий. Дали один час. Важность этого даже глупо нельзя недооценить. Это определяет как материальный достаток, так и вообще поведение в жизни, как себя чувствуешь. На общероссийском уровне это позволит оценить, насколько население умеет распоряжаться своими деньгами, доходами, планировать свое будущее. Кстати, узнать заранее тестовые вопросы никто из участников не мог. Они стали доступны за несколько минут до начала экзамена. Например, необходимо было ответить, в каком диапазоне находится среднемесячная заработная плата жителей России, или определить, как влияет увеличение притока иностранных туристов на национальный валютный рынок. На школьном уровне, то есть это все понятно. Легкие очень вопросы. Написать экономический диктант можно было и в онлайн-версии на сайте акции. Школьники и студенты, которые наберут более 80 баллов, пройдут в финал всероссийского проекта – фестиваль экономической науки. Результаты экзамена опубликуют в ближайшее время. Участники получат сертификаты акции. Эти документы останутся лишь на память. Елена Кузовкина, Николай Шелко. Наши новости. Головную боль, головокружение, шум в ушах. Гинкаум. В два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. На всей территории края ясно. 15 в Ишинале, Афбийске, 17 в Рубцовске и Алейске. В Барнауле ясно. Ветер южный умеренный. Ночью до двух, днем до 15 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok